Индустриальный район, новостройки. Глядя на то, сколько их, и не подумаешь, что квартиру купить сейчас в новом доме будет проблематично, даже на этапе котлована. Вот если вы сейчас решите приобрести себе студию или однокомнатную квартиру, вы сделаете это с большим трудом. А через месяц, когда подойдет к плотному окончанию льготной ипотеки, скорее всего, ни одной однокомнатной квартиры вы в Барнауле не найдете на стадии строительства. А все потому, что спрос в разы превышает предложения. В Барнауле, к примеру, жилья сегодня строится в 5 раз меньше, чем 10 лет назад, говорят эксперты рынка недвижимости. На фоне дефицита жилья квадратный метр становится золотым. И даже отмена льготной семейной ипотеки, призванный рынок охладить, темпы роста цен особо не затормозит, убеждены специалисты. Цены на жилье не упадут. Мы встречаем такую тенденцию, что к нам клиенты приходят и говорят, мы ждем сейчас, отменят льготную ипотеку, цены упадут. Нет, они не упадут. Мы наблюдаем, что на вторичном рынке, что на новостройках есть небольшой рост, даже вот за 2024 год. По итогам трех месяцев 2024 года мы видим, что Барнаул вошел в тройку лидеров городов по росту цен на рынке недвижимости. То есть, представляете, цены больше всего растут в Сочи, в набережных Челнах и в Барнауле. Средняя стоимость квадратного метра в Барнауле догнала уже Новосибирск. И сегодня каждая десятая сделка жителями края – покупка недвижимости в столице Сибири. Кто-то покупает его для сдачи в аренду, но немало и таких, кто, пользуясь возможностью, переезжает в город-миллионник. Очень много инвесторов уходят в другие регионы. Я считаю, что это основная такая вот проблема у нас. Нет явного большого интереса со стороны застройщиков. То есть, у нас практически уходит квартальная застройка, и уж тем более мы не видим комплексного развития территории. То, что есть в соседних регионах, в том же Новосибирске, в той же Кемеровской области. Там подходят комплексно и застраивают именно большие массивы. У нас сегодня в основном идет точечная застройка и практически, как уже сказал, нет квартальной. Чтобы по темпам роста цен Барнаул в будущем не сравнялся уже с Дубаем, эксперты призывают власти города и края всячески поддерживать местных застройщиков и подключаться к программам по развитию комплексного развития регионов, как это уже сделали многие субъекты Сибири. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.